Здравствуйте, ребята! На прошлом занятии мы начали знакомство с творчеством композитора Роберта Шумана, который жил в Германии, и узнали, что Шуман был первым композитором, который стал сочинять музыку для детей. Будучи заботливым отцом, он очень хотел, чтобы дети занимались игрой на фортепиано с интересом и удовольствием и исполняли музыку, которая им понятна и близка. А давайте вспомним, как называется его сборник детских музыкальных пьес. Правильно, он называется «Альбом для юношества». Мы послушали первую пьесу из этого альбома. Вы помните её название? Первая пьеса альбома для юношества называется «Мелодия». Какими словами можно описать эту музыку? Она певучая, тихая, плавная, нежная. Её музыкальная тема звучит в высоком регистре. Альбом для юношества Пьеса «Мелодия» написана в характере маленького романса. Романс – это небольшое мелодичное и напевное музыкальное сочинение, которое исполняет певец под аккомпанемент какого-нибудь инструмента. И мы с вами действительно слышали аккомпанемент и выразительную, красивую, ласковую мелодию. Только её исполнял не певец, а инструмент фортепиано. Эту красивую музыкальную тему, которую Роберт Шуман сочинил для фортепиано, непременно захотели исполнять музыканты, играющие на других музыкальных инструментах. Например, на флейте. Лёгкий, высокий, мягкий и нежный голос флейты очень напоминает человеческий голос. Он вызывает самые добрые и светлые чувства. В её исполнении пьеса Шумана звучит ещё ярче и выразительнее. Итак, мы внимательно слушаем мелодию Роберта Шумана в исполнении флейты. А когда музыка прекратит звучать, ответим на вопрос, какой инструмент ей аккомпанирует. Роберт Шумана Роберт Шумана